Вопросы о том, что концепция начинает распухать. То есть тенденция в Европе, то есть на Западе, она постепенно перекочевывает к нам. То, чем я занимался в генплане, это материалы для обоснования ГПЗО. То есть это уже не конкретный проект, когда ты берешь, вот у меня ГПЗО и пошел, 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 поехал. А ты вообще прорабатываешь эту возможность размещения, допустим, в городе какого-либо объекта. Смежников, в зависимости от типа объектов, достаточно много. По регенерации одного завода, ну то есть исторические сети здания, было историко-культурное исследование, инженерные сети, социальная инфраструктура, транспорт, экология, ГОЧС. Ну и струнное строительное решение. Да, и градов основания. Понимаете, да? Восемь. Восемь. Соответственно, это вообще даже, это просто вот кубики. Как раз вот эти кубики. И заказчик уже работает не с проектировщиком, который будет здание выполнять, а с теми, кто проектирует или вообще исследует город. Это десятитысячный масштаб, так называемый, в котором детализация достаточно приблизительная. И то, с чем я, собственно, с чего и начинал работать. У меня были некие ГИС-данные по высотности домов. У меня были данные ГОЛЬЕФ. Вы должны сразу понимать, что для тех, кто может быть незнакомым с этим, что существуют разные системы координат, не внутри просто автокадовского файла, а вообще относительно геопривязки, мировых конвенций и так далее. Московская система координат засекречена. То есть она как бы есть физически, но параметр перевода, да, впустим, в мировую систему координат, в GES-84, он, ну, это трудно реализуемо и происходит с погрешностью. Основные эндеры, в том числе автодеск, не имеют этой системы координат. Поэтому меня это особо не смущало. Но, если вот с учетом вот этого тренда открытых данных, когда какой-нибудь Росреестр будет выкладывать вот эти свои какие-то кадастровые участки, можно будет скачивать для, ну, то есть скачивать, то, скорее всего, они будут выкладывать именно в мировой системе координат. Google, Яндекс, OpenStreetMap и так далее и тому подобное, они заточены вот на эту мировую систему координат. И для каких-то проработок, в частности, вот когда я готовил материалы для одной дискуссии на OpenForum, я использовал OpenStreetMap. Там точность так себе. Ну, то есть там дома может кого-то не быть, здесь какая-то дорога куда-то не дошла, но для большого масштаба этого вполне было достаточно. Плюс есть люди, которые занимаются, ну, как энтузиасты, сами заполняют вот эти вот карты, выкладывают их онлайн. И, допустим, полгода назад, ну, год назад, или полгода назад, скачивая Москву, всю Москву в OpenStreetMap, там какого-нибудь завода еще не было, который, ну, там в центре, условно, находится, и можно его там разрабатывать за что-то. Спустя полгода он уже появляется. То есть люди это постоянно обновляют. Вполне возможно, могут появиться спонсоры, которые будут просто поддерживать вот эту инициативу. Но мы в реалиях, так скажем, вот этих подложек, планшетов, которые мы запрашиваем в GeoTrest и с которыми работаем. Открытие сезона для меня было какое? Оно заключалось вот в этих GIS-инструментах. То есть сейчас я смотрю на автокад МЭК-3Д как на сочетание привычного автокада, который может в себя загружать там какие-то линии ингресс-регулирования, вполне типичная, типовая операция ингресс-регулирования данных, там подобное, плюс импорт и отображение работы с GIS-данами. Это действительно для каких-то вещей оказалось очень удобным. Значит, интерфейс абсолютно знакомый. Отмечаю особенность, почему я тут кручу вот этот чертеж, просто в каком-нибудь архикаде или релите там вот это прокручивание или работа с большими планшетами достаточно сложно, потому что сразу начинать тормозить. И вот, собственно, справа вы видите такую небольшую панельку, в которой там какая-то градиента. И вдруг появляются замкнутые обрезы контуры, представляющие с тобой нечто. Это как раз полигоны с атрибутами высоты. Просто плоские замкнутые контуры. У них есть атрибутивные данные, привязанные к ним таблицы. И дальше, вот вся прелесть GIS-инструментов, они, в принципе, одинаково устроены, что вот это вот отображение по градиенте, ну там, в соответствии с высотой, происходит. Мало того, что автоматически вы получаете автоматические легенды, но и очень гибко. Вы можете задавать правила, создавать карты просто залитые черным цветом, с отображением, допустим, вот с такой градиентой. Если там есть, допустим, функции, то мгновенно по этому атрибуту создавать некие тоже представления. Почему я об этом говорю? В релите есть похожие механизмы. То есть, по условию, покажи мне, вот какой-то объект в разных видах, по-разному, это проблема для кат-пакетов, в принципе. То есть, вы, ну, если вы берете автокад, вам надо сделать какой-нибудь другой цвет здания, что вы делаете. В лучшем случае, меняете цвет слоя в вьюпорте, в видовом экране. В модели он там остается красный, на м-образных местах, или там, с помощью полстайлов, он меняет цвета. Но вдруг вам надо создать один объект, как-то поменять, вам надо создать новый слой. И дальше начинаются муки. Плюс быстрота, универсальность, и, имейте в виду, ГИС-данные, как бы существуют вообще все эти системы, порядка, может, там, 30 лет. Они еще вырастали из оборонной промышленности, и, наверное, одни из самых старых технологий такие. Нет, ДВГ-подложка, она просто плоская, да. Значит, я вот получил некий кусок. Так, это звук оттуда идет? Можно будет там отключить. Вот, настройки стиля происходят, а не стиль отображения по правилам. Вникать сейчас в это не нужно. В принципе, я даже записывал видео в форме 3D, потом могу дать ссылку на свой блог. То, что мне нравится, вы можете отображать различные, ну, вот, использовать формулы для каких-то отображений, по зависимостям и так далее, и тому подобное. Ну, вот я что-то там настроил. Получил какую-то, такую кислотную, для прикола, вот эту вот градиенту, и следующее. И вот, не особо настроенную, но легенда, со всеми значениями автоматическими. В ревите это тоже есть. Все помнят, да, там, если вы создаете функциональное какое-то санирование, и там легенда, если таких планов много. И вот начинается там мучительная история. При этом, сейчас, секунду, здесь это происходит автоматически. Пожалуйста. Высок на отметке сами поставили, ставите на металлогическую? Нет. Тут вопрос данных. Как раз, почему я так про них много говорю. Кто этим владеет, кто это создавал, и, в принципе, в открытых данных, если братью OpenStreetMap, там в ряде домов, ну, то есть в каких-то домах, указано количество уровней, этажей. И просто их скачав, я могу по этому атрибуту отобразить, соответственно, высотность. Да? Здесь данные внутри. Но они не точные. То есть вы можете иногда, это непонятно, это по карнизу померили или по крови. Там как-то это автоматически производилось. Потом дома какого-то нет. Поэтому, если есть, если вы работаете над большим проектом каким-то, то имеет смысл территорию, ну, это можно сделать сами, просто заполнить эти таблицы или присвоить какие-то атрибуты. Вот. Плюс из автокада можно экстрагировать, допустим, те же текстовые, как его называют, ну, тексты, допустим, отметок, просто на чертеже расставлены. Брать значение из текста, брать координаты этого текста и получать табличные данные, которые можно в разные пакеты кидать и создавать рельеф. Ну, вот такой примитивный способ, но функция data extraction в автокаде, она достаточно мощная. Вот. Поэтому вопрос, как бы, умения. Дальше у меня был рельеф, который я получил с помощью, как раз, экстрагирования точек и немножко про вот этот формат. Видите, ну, такой безумный-безумный цвет, сочетание цветов, но не хотелось бы повеселиться. Кусочек достаточно большой, значение вармируется, значит, синее, это 129 метров примерно, к желтому идет там порядка 140, 9-150. Это получено на основе именно экстрагированных точек из DWG-подложек, вот обычного 2000-ника. Этот же Excel-овский, точнее CSV, хромосомпорядер-вэлю файла, могу импортировать в Excel, его там подкорректировать, могу кинуть в Revit, получить по основу, могу создать растровый, это именно как растровый формат, геопривязанных данных, которые разные программы понимают и могут создавать, допустим, 3D-модели по ним, или производить какие-то вычисления, оставаясь в плоской... в плоскости. Надо заметить, что вот этим всем технологиям уже порядка там... Ну, 89-го года книжку я недавно откопал по ГИСу, там это все уже было там. Вот там настройка темы, самого рельефа. Сейчас это просто подготовка идет к неким операциям, которых я скажу позже. Задание там правил, и вот я получаю нечто. Дальше эти данные я могу с... Давайте вот так. Вот эти вот слои сюда загружены и представлены для вот этой вот карты определенным образом. В этом же файле можно создать другую карту, в которой они по-другому будут выглядеть. Я могу уже выгружать в разные форматы, начиная от простого ДВГ, когда все данные будут убиваться. Это вот возможность в МЭК-3Д. Будет выглядеть абсолютно так же, но без атрибутивной информации. И, соответственно, экспортировать какие-то общепринятые форматы, типа шейп, формат из H3, для того, чтобы работать с ними, чтобы с ними могли работать другие. Значит, и так повторюсь, идет подготовка к созданию ситуации. Здесь я не делаю сейчас чертежей, хотя, в принципе, вполне мог бы это сделать. И вот я сохраняю файл, и здесь я немножко тоже отвлеку, ну, здесь прокомментирую, что вот этот кусок зданий, да, вот есть вот эта захватка, она была загружена из целой карты по Москве по условию, по вот этому полигональному контуру. Представляете, да, вот с внешними ссылками все работают. Да, вы как делаете? Вы ее загружаете, она вся у вас отображается, дальше вы можете ее подрезать. И вот как бы стало полегче. Здесь вы можете подключить вот эти данные к своему чертежу и сделать запрос по разным параметрам. Загрузить только общественные здания, если есть там такая атрибутика. Загрузить здания, ну, или вот эти полигоны только внутри какого-то контура. И получается, что вот это пока что, пока я вот сейчас это не пересохранил, вот этот слой, который вот здесь отображается в автодесовский формат из Диев, он подключен к общему флагу на сходе. То есть работа, вот я покажу, может быть, у меня будет время, как я работал по Новой Москве, когда с OpenStreetNet, когда у меня там огромный кусок, и вот мне надо по административным кругам там что-то фильтровать, показывать. это действительно освежает, после того, как некоторые, я вижу, заполно заливают в Photoshop карты для того, чтобы там в разделе каком-то архитектурном показателе исследований или что-то еще. Это, конечно, совершенно другой выбор. Дальше. Начинается история с InfraWorks, которую я ругал без бесчетного, так сказать, беспощадно, и написал на своем блоге об этом гневный пост, но пришел в РБК и сел за рабочую станцию мощную. У меня ничего не вылетало, все было замечательно, все работало. Потом я поставил, ну, ради прикола, к себе это на ноутбук свой старенький, и он тоже заработал. Не могу понять, в чем дело, потом я понял, что просто это было обновление. Сразу скажу, что для чего нужен будет InfraWorks потом чуть позже, но в целом эта технология действительно очень перспективная и простая самая главная, то есть так, как это реализовано в Google Autodesk. Так, и вот следующее видео с InfraWorks. Значит, что здесь происходит? Открываются некие, может быть, кто-то уже смотрел рекламные ролики, как это выглядит. Здесь это опробовано на собственной шкуре, то есть тут будут и плюсы, и минусы просто. Возникает вот этот типичный простой интерфейс Autodesk программ, где при создании нового проекта меня просят назвать проект, и далее в настройках дополнительных я вынужден задать систему координат, то есть я не могу их не задать. И вот тут как раз меня этот вопрос мучил, но получается, что мы можем использовать какие-то системы координат, которые в принципе реальности не отвечают. В данном случае я использовал ту зону, которая находится в Москве, но по-настоящему это неправильно. То есть сразу об этом скажу. Возможно, ну то есть я еще не до конца разобрался с этим, во-вторых, значит, система московская засекречена, и решается эта проблема не совсем понятно как. Но для инфравлокса это приходится указывать. То есть имейте это в виду. Я выбирал не L84, это значит лонгитюд, ну то есть вот эта мировая система координат в градусах, а именно метрические распроекцированные системы координат, которые имеют. Поехали дальше. Вот это я выбираю. Он в принципе, еще раз замечу, что ноутбук у меня был старый, то есть не был, а есть. И на нормальном ноуте, там допустим с 8 гигабайтами памяти и хорошей видеокартой, вы будете эту модель крутить достаточно быстро. Даже на нем она крутилась быстро. Когда включались тени, уже значит были проблемы. Загружается земля. Да? Вот почему как раз эти мировые системы координат используются. Чтобы в любой точку мира можете сопоставить рядом Нью-Йорк и условно Сан-Франциско. Я думаю, что не справились, но по идее это он должен сделать. Дальше происходит загрузка данных. Данные могут быть разные. 3D-модели обычные, DWG-чертежи совсем обычные и специализированные данные в основном связанные с GIS и инфраструктурой. GIS данные еще раз повторю для тех, кто с этим не знаком. Я так утрирую. Есть растровые, которые имеют разрешение как в фотошопе, да? И в каждой ячейке есть какое-то значение. Есть векторные. Ну, как вот мы привыкли работать в токаре. И тогда к каждому объекту линии, точки или полигону присваиваются какие-то атрибуты. Здесь я загружать буду сейчас. Вот видите, это были как картинки. Ну, это мне Пикассо выражает. файл под названием сейчас он, помню, не влез в экран. В общем, это TIFF формат. На первый взгляд, ничем не отличается. Но он был пересохранен из MAP3D вот это вот градиентное этот рельеф именно в этот формат. Можно было бы выбрать другие форматы, но он все равно бы оставался растров. Может, не помню, что я тут выбираю. А, я двигаю эту штуку. Вот. И когда он загружает его, его необходимо настроить, как именно он будет отображаться. Здесь я, кстати, отмечу, что вот тут вам, наверное, не видно, но здесь можно настраивать графику, отображение графики так, чтобы он при больших моделях не тормозил. То есть она будет адаптивно меняться, как вот в компьютерных играх. Далеко видим, она там размытая. Приближаем, он начинает детализировать. Здесь как раз я вот настраиваю систему координат для конкретного этого файла. То есть я ему указываю, что выставляет такую же систему координат UTM-331 и он понимает, что все нормально. Дальше он генерит, видите, вот эти вот смешные такие квадратики. Это как раз момент оптимизированного такого отображения. Генерит вот этот вот 3D-рюб. Он как был там неровный, так сюда и загрузился. Почему я еще про эту систему как раз говорил? Потому что именно в случае просто перевода обычных наших DWG-данок и так далее, GIS-данок в инфроборкс. Допустим, там есть замечательная функция, которая бы не позволила обрезать эти данные, не удаляя их, а просто как бы скрыть по какому-то контуру. Загрузить, допустим, административный лобок, просто его линию, да, и сказать по нему обрежь. Но именно здесь он из-за вот этой вот неразберихи с тем, что с этими системы координат он мне не разрешал. Если, может быть, кто-то с этим разберется, пишите мне, я с удовольствием приму эту сведенью и буду дальше с этим работать. Вот. Дальше я вот пробую здесь делать то же самое, что в МЭК-3D. Сейчас масштаб достаточно большой, там, может быть, ну, километр или что-то такое, километр на километр. Прокрасить этот рельеф по высотности, чтобы здесь может быть, ну, допустим, у меня нет метр. Да, я хочу здесь понять, где какая высота. Функции те же самые. В терминологии вот этих ГИС-пакетов это вот в аркью, допустим, такое есть, это тема. То есть есть данные, а есть тематическое представление. В данном случае аналитическое. Где что. В принципе, это также актуально и для любых данных, которые вы загружаете, вы можете по каким-то атрибутам это туда внедрить. Дальше. Вот этот формат файла, вот этот файл SDF, это автодесовский ГИС-формат, который был экспортирован из Net3D. В принципе, я мог бы использовать и шейк-файл. Это более распространенные, они почти как стандартный файл. Дальше, когда я его загружаю, значит, он там что-то подгружает, я конфигурирую, то есть настраиваю это внедрение туда, импорт. Опять же, надо, могу назвать так, как мне нужно, чтобы это отображалось в списке. Выставляю, и вот здесь, ну, вам не видно, но здесь именно происходит назначение категории объектов. То есть в инфра-ворксе все привязано к какому-то типам объектов, ну, вот как в реальности. Есть дороги, есть здания, есть просто залитые контуры, допустим, мы хотим границу участка показать, или просто озеленение газона, есть там деревья, и так далее, и тому подобное, есть регули. В принципе, я вот в этой технологии, в этом методе не обнаружил для себя какого-то противоречия. Почему? Потому что обычно с BIM-пакетами бывают, возникают проблемы, когда вы мучительно думаете, а вот как же куда мой вот этот вот придуманный какой-то объект, не знаю, там, консоль, не консоль, что угодно, какой тип ему назначат лучше всего? Потому что это менее определенная история, мы как бы сложно продумать. Здесь проще. Здесь достаточно просто. Есть здесь замечательная функция, собственно, за которую вот недавно я показывал как раз в генплане вот этот вот Infraworks. Ну, это у меня студенчество издает, просто я это тестирую. И за которую я люблю. Загружая сюда файл с полигонами, у которых есть атрибуты высот, мало того, что он генерит, ну, это естественно, даже можно скрипт написать, по высоте вот эти выдавливает контуры, создает эти здания, он еще может, если он знает, что это рельеф, положить эти здания на рельеф. В этом, в принципе, ничего сверхъестественного нет, но с другой стороны, это колоссальная экономия времени. То есть, здесь я сейчас создал эту ситуацию за буквально там 20 минут может быть, если у меня есть, исходные данные. В скетчатле я бы с этим сидел, ну, может быть, там часа два, причем еще вручную вымеряем, выставляем, мучаясь, то, что это тормозит, и так далее, и тому подобное. То есть, здесь функция трейд. В принципе, вот здесь как раз я выставляю эти, может быть, не совсем видно, но я выбираю параметр, в данном случае это H, условный, в котором хранятся вот эти данные в высоте. И вот проверяю конструктор вот этих запросов и уравнений, он метод должен был не делаться, и тут же расположены фасадные стили. На них я отдельно потом про них проговорю, но сейчас я пока это не стал назначать, потому что я потом могу все равно лимфицировать. Вот эффект. То есть, вот это. Повторяю, что у меня она крутится немножко медленно из-за старого ноутбука, но он назначил рандомные цвета, и вот я получил ситуацию. Слава Богу, это возможно, когда у вас есть вот эти вот данные. Более того, почему я, почему ко мне подошел мой коллега по генплане. Там есть вот этот раздел беззвание ландшафтный анализ. Вас он может затрагивать на любой, даже если вы не работаете на строительном масштабе. Придумать здание надо бы согласовать. Как это происходит? Происходит расчет бассейной видимости по ГИС-данным. В основном это делается именно в 2D в расстроенном формате, потому что это намного быстрее делается. И дальше производится встройка. А встройки требуют 3D-модели. Ну вот, поднимите руки, кто может быть, у кого визуально-анализе запрашивал 3D-модель издания. Было такое? Ну, они просто говорят, у вас есть 3D-шка? И дальше начинается вопрос проверяемости этой модели. То есть, они встраивают в принципе встройка по сути дела все равно свойство к фотошопу. Но изначально они основываются именно на данных лоботметках и высоких отметках здания. И геометрии плана. То есть, куда я смотрю, на какой высоте будет вон то здание и где я нахожусь. И почему как бы правильность я в анонсе заявил, сейчас мы посмотрим дальше. То есть, сейчас этот макет он уже крайне полезен. И ко мне человек подошел просто сказал, ты не знаешь как посадить где-то там здание на рельефе? Я говорю, Дай мне данные. Вот рельеф, хоп-хоп. Он обрадовался, сказал, записал название этой программы и пошел в свой рабочий митинг. Дальше я продолжаю загружать сюда некие слои. Сейчас остановлю. У меня был двухтысячник, по которому я обвел, так как он всегда очень странно сделан, там невозможно сразу залить эти контуры, иногда они не заливаются, зелень. Понимаете, да? то есть у меня не существует еще один мнение, надо было контуры его обвести. И я его сохранил просто в dvg-файле. Привязка этого файла такая же, ну, как и у всех данных. То есть у десятитысячника, у двухтысячника, у кисданных, все одно единое. Здесь я не выравниваю, я просто собираю как слоеный пирог. Вот он, я его назвал файл как green, там просто замкнутые контуры. Он там что-то думает-думает, указываю здесь называю этот файл, просто чтобы он как-то у меня отображался в включении данных. Выбираю coverage area, по-моему, если по-русски не знаю, как, ну, в общем, какие-то зоны. Выбираю систему координат и дальше могу задать ему, да, указываю, чтобы он проекцировался на рельефт, как бы сажался и могу назначить стиль. Вот именно здесь вот этим замкнутым контуром, который лягует на рельеф, я назначил стиль какой-то вот такой текстуры травы. Так, это у меня загружается следующий файл. Я решил публиковаться, так скажем, и взять растровый файл dvg-подложки. Понимаете, я просто сделал картинку, привязал ее задал ее геопривязку в map3d, это очень просто делает, и она сейчас ляжет на вот этот макет. Я назначил ее тип ground imagery, то есть это будет поверх рельефа накладываться картинка и задает как-то систему координат. Значит, он, когда я нажимаю close and refresh, то есть он подключение этих данных генерирует 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 вновь обновляет модель, и я получаю макет, который прямо макет макет. Сейчас я убираю тени и немножко настраиваю освещение, потому что я оказался там в ботинке. Вот. Видите, да? Классическая история. При этом эта картинка лежит на рельефе. Если я встану на позицию человека, я смогу увидеть вот это изменение дороги, как она туда уходит. Это самый простой способ получить представление о куске города. Я даже удивлюсь, то есть я почти уверен, если возьму на два раза больше квартал, ну не квартал, вот эту захватку, я все равно смогу спокойно крутить эту модель. Просто немножко придется покрутить настроечку. А нормальные машины это абсолютно рабочая история. Дальше я пробую вот как раз как совместить данные с Росреестром. Но Росреестр мне дает возможность только скриншоты из страницы браузера. на меня не отчаиваюсь. Я уже привязал этот скриншот в МЭК 3D и отключая слои, которые мне лежат новым, чтобы они не мешали вот этой ДВГ-подложке и зелени, я загружаю сейчас вот этот Росреестр. То есть я вообще не с НОСКОМ те же самые операции. Слава Богу, кнопочек не так много. Принцип вам в целом я думаю понятен. Что это мне дает? Это не дает мне фотореализм, но это дает мне некое объемное представление о межевании, да, о кадастре вот этих участков. И просто даже соотношение объемов. Когда я смотрю на Росреестр, мне непонятно, вот это там здание, оно такое или другое? Что здесь на площадке? Высокое, с такими границами или что-то низкое? Если я сейчас, если у меня данные будут иметь просто еще один атрибут функции, то дальше можно уже выполнять тематическое отображение, допустим, с каким-то цветовым кодом. И более того, представьте, я могу просто загрузить туда, опять же, вырубив данные о Яндекс.Пробках. Элементарная вещь. Но это все информация, которая может быть полезна. Пусть она не является сейчас оформленным поглазом чертежами. Пусть она не выглядит как красивейшие какие-то акварели или произведения искусства, но она рабочая, она мне помогает принимать решения. Так. В общем, следующий ролик, когда те вспомогательные слои я отключил, перекспериментировав, почувствовав вот эту ситуацию, не раз я ее сфотографировал, и загружаю дороги. Дороги файл ДВГ просто линий. Я их разбил по слоям, то есть тип 1, тип 2, тип 3. И если вы это уже выполнили, то по определенному запросу вы можете легко назначить соответствующие профили дорог автоматически, естественно, в инфрауроксе. Честно скажу, что погружаться в создание профиля я не стал. Я понял, как это делается, попробовал, но для данной демо версии, чтобы не тратить так много времени, я выбрал какие-то стандарты. Выбираю категорию roads, то есть дороги, он уже понимает, что это за тип объекта, и тоже положит эти дороги на ревью. Вот именно этот момент, вот видите стиль дорог, вы можете по какому-то условию делать так, чтобы он сам выбирал соответствующие параметры. Именно этот момент, когда я в скетчапе допустим моделил ситуацию, ну или в какой-то 3D-программе, получение, чтобы совмещение дорог и профилей, то есть и рельефа, оно наиболее трудоемкое. Здесь вы можете редактировать уже эти фондовые дороги, применять к ним другие стили, пересечение происходит автоматически, ну то есть радиус поворота, я сейчас там, ну то есть закругление вот этих я не настраивал, но это тоже можно задать. Сейчас я просто выбрал некую условную, вот видите, я так специально оставил этот кусочек и тянул туда. Если сделать качественно, ну просто вот эти контуры в автокаде, это просто парами, то, вон у меня там даже артефакт возник, потому что у меня какая-то точно косяка в автокаде файле, то вы будете автоматизировать этот процесс значительным образом. Так, стики, по-моему, да, я сейчас начинаю как раз применять другой стиль дороги. Стиль применяется просто путем перетаскивания сюда. Там автоматически генерируются какие-то вот объекты, типа фонари, их может не быть, можно им задать другой шаг и так далее и тому подобное. Но, в принципе, выглядит неплохо, хотя лично меня смущает. То есть, меня как архитектора, который потом может это показывать примерно не Собянину, но кому-то, может, Куснулину или еще кому-то, я не буду готов это делать. Еще один момент касательно фотореализма. Сейчас я дальше промотаю. Значит, вернусь на к деревьям. Вот это стафаш, так скажем, или андураж. Он выполняется более, так скажем, свободным образом, то есть, тут легче добиться каких-то приятных результатов, потому что модели можно собственные загрузить, собственные создать. С того же Google Workhouse их добавить. Прочертив какую-то полилинию, я получаю сгенерированные немного случайно вот эти вот объекты. детализация в данном случае у них уже достаточно высокая. Вот видите, я ползуном двигаю и он увеличивает эту частоту, перестраивает, думает, да, мучается, но работает, работает, не вылетает. Детализацию можно настроить, можно настроить, чтобы когда я кручу большой, отдаляюсь от модели так, что они будут пропадать, но в целом я их отключал, когда работал с моделью. Вопрос, ну да, меня они не устраивают, честно признаюсь. Следовательно, поиск оптимального вида дерева, такого художественного или какого-то вас не смущающего, это достаточно тонкий момент. То же самое касается любой графики. Вот в любой программе любые вот эти вот истории, это очень индивидуальные тонкие такие материи. Поэтому вне этой сути это выглядит немножко дубово сейчас. Итак, касательно эстетики, к чему я стремился работать с этой вот ситуацией? Получить именно такой эскизный вид. Конечно же, допустим, скетч-арф, он мне более привычен, когда он делает обводки и такое графичное представление выдает. Но здесь я сознательно избегал тех, я потом покажу эту картинку, классическую фотореалистичных фасадов, которые выглядят издалека хорошо, но вблизи все равно возникают такие, ну, ты не можешь автоматизировать процесс создания фасада, это естественно. Я здесь остановился на вот такой вот схематичной, просто загрузив текстуру какую-то, разрезке на здание по высоте. вот, и это мне уже дает понимание о масштабе, правильно? там можно и связать ее с высотой этажа, или просто задавать, чтобы он ее размножал с учетом высоты, то есть зависит из-за того, какой параметр выбирают. Ничего там, слава богу, сверхъестественного нет. Да, и что я делаю дальше? Я получил первое какое-то приближение к пониманию вот этой трехмерной ситуации до скрыгивания. Меня интересует, сразу скажу, вот этот кусочек. Вот. Вот это бывшая школа КБ, там Олесный дом, тут пустые шпоры были. Здесь дорожка везде не доходит, мне сейчас это не нужно. Я хочу получить быстрый макет. Что я дальше делаю? Собираюсь экспортировать 3D Max. И что мне позволяет сделать центровокс? Он мне позволяет сделать захватку, с которой я буду работать, допустим, уже более локально и детализировать. Это очень важно, потому что все равно добиться автоматической генерации чего-либо, и чтобы это нормально выглядело, достаточно сложно. И проще это промоделировать или там прорисовать вручную. Вот 3D Max. Немножко отображение здесь странное, но в целом все корректно передаются в другие программы. Вот как сетка выглядит вот эта внутренняя структура этой модели. Что он генерирует? Он на перекрестках создает более-менее равномерную историю, но в целом редактирование вот это все уже не подлежит именно внутренняя фотографии. А они меня не смущают. Мне нужны здания. А здания да, здесь я показываю, как ориентирована сейчас эта модель. Видите, она в этом перекрестии. Это начало координаты. Вот в этом смысле здесь я не совсем понял логику. Я ожидал увидеть вот эту 3D-Max модель на той же относительно начала координат с тем же отступом, как и все остальные файлы. У Москвы 0 находится где-то на юго-западе. Если вы брали ДВГ. Обложка это где-то на юго-западе. Но для такого маленького кусочка меня это не смущает, потому что вот в скетчапе вы видите, я это импортировал в 3D-с-файл. Пока еще были годы здесь присутствуют и начало координат как раз по центру получается вот этой вот захватки. Но это уже модель, которая я вот уже разбил на слои, сгруппировал, что-то почистил, убрал какие-то эти деревья, которые мне не нужны. Я хочу получить для анализа затененности предварительного и каких-то дальнейших манипуляций вот эту геометрию. Как вы видите, перевод произошел в начале координат видели, оно ниже файл, ниже этой площадки. Потому что вот это как раз расстояние было расстояние было 135 метров. Ну, в общем, соответствовало высотной отметке. А это мне важно для последующего моделирования в рейте. перейти. Дальше я открыл и я пользуюсь этой программой в принципе, хотя как бы она студенческая версия, но таких скорее уже научных целях и проработках экспериментальных. и контекст автодеск и контекст аналисис он заточен под средовое изучение, так вот, так скажем, расчет средовых характеристик проекта. Достаточно старый интерфейс, старые алгоритмы, он там зарабатывал с 2008 года и тому подобное, но что удивительно, в европейской практике, в Америке, где угодно, он до сих пор используется, даже несмотря на то, что он не поддерживается. То есть, если я открываю там журнал какой-нибудь известной фирмы научной, которую они выпускают сами для себя, то там будет статья обязательно с какими-то вот этими расчетами инсоляции, еще чего-то, видимости и используют этот софт. Я тоже пробовал его вполне нормально, просто такой эскетичный, без красоты. Что я хочу в нем сделать? Сейчас я локально погружаюсь на вот этот масштаб квартала, по сути. первое, что я могу делать, и есть ряд забавных инструментов, хотя я говорю, я не пропагандирую. То есть, это чисто для моих каких-то нужных инструмент. Это анализ теней, уже более точный, то есть, более управляемый. Когда я могу посмотреть, допустим, с точки зрения Солнца, и как раз определить те углы здания, которые будут перекрывать в определенные часы, настроить это выражение аналитическое, то есть, чтобы потом по цвету это определять, создать какой-нибудь кубик условный, который будет на границе участка, и как-то попытаться потом его оптимизировать, понять вот эти граничные условия. Я вот здесь задаю как раз климатические данные, то есть, он, друг говоря, профессионирует модель для относительно мировоззрения кардината, и Солнце, соответственно, образом выстраиваться. Проверить вот эти тени, включить то, что мне нравится, потому что это дает общую картину, вот эту вот карту теней, веер теней, которую мы тоже можем регулировать. Кстати, я вот здесь остановлю сейчас. В Швейцарии, может быть, это сейчас здесь не видно, но, в общем, когда вы размещаете, вот представьте, вот этот кубик маленький, это существующий в доме, я размещаю в такую дорогу. У них прямо есть такое правило, и там нарисована новая послойка, и от нее три тени в каких-то ключевых периодах. Если здание существующее оказывается на перекрестии, в наложении вот этих трех теней, то оно не проходит, то есть это решение не проходит в какой-то обрегат. То есть, что это еще дает? Здесь, в принципе, большого мани нужно покрутить или походить по ситуации и понять, что действительно у вас там будет затенение или на основе опыта какие-то сделки на заключение. Но, и дальше я тоже продемонстрирую, что наличие новых средств, даже не новых, а каких-то таких более полных средств представления, какой-либо информации, это очень важная вещь. Потому что вы иногда, взглянув вроде бы на очевидное, но уже на какую-то карту полноценную, вы начинаете понимать ситуацию лучше, вы готовите у вас в голове связываться. Но это, наверное, сложный психотехнический момент, но на мой взгляд, очевидно. Вот я задал более частую сетку теней, ну, то есть через частое промежуток времени, и уже как-то для себя это начинаю понимать. может быть, я даже сейчас просто ищу о чем-то думаю. Я не сразу бросаюсь простраивать зонографики и скорее проектировать дом. Я просто пытаюсь понять ход солнца, как что затеняется. Ведь я не просто в 2D это делаю, я смотрю и на 3D тоже. Мне может быть интересно узнать какие-то участки вокруг моего объекта, которые представляют собой, не знаю, там много солнца, к примеру. и я могу уже предположить на основе этого некую активность, которая там может происходить. Это вопрос строительного проектирования. Когда вы начинаете работать системно, а не просто геометрически выстраивать объемы. Дальше вот как раз здесь не видно отображение было отображение с позиции Солнца. Видите, да? Все становится параллельным и я смотрю как бы я Солнце и я иду вдоль своего ухода и могу смотреть, что вот это здание оранжевое перекрывается моим кубиком в такой-то час. Без просто с учета и согрек. В этом ничего особенного нет. Это наверное и раньше было так. Но это мне дает лучше понять обстанную. Дальше. вот как раз я приближаюсь к расчетным возможностям Экотекта. Я это уже все просчитал заранее и просто здесь показываю результаты расчетов. В Экотекте существует два типа расчетных представлений. Это расчет по аналитической сетке, которую мы задаем захваткой и объектов расчет по объектам геометрическим, которые должны представлять из себя некую деселяцию. В принципе идеология расчетов в цифровом пространстве всегда замыкается на сетке. То есть что вы не возьмете элемент конечных элементов, вот эти инсоляции, солнечные радиации, ветровые вагонки, все упирается в сетки. Потом производство, отправка на 3D-принтеры, все упирается в сетке. И поэтому иметь эту беду это очень важно. Чтобы вы представляли какого типа сетка у вас может получиться и не придется ли следующему участнику проекта перестраивать всю модель, чтобы получить более качественную сетку или там ее как-то оптимизируем. Вот, это такое лирическое отступление. Тут нужно сыпать тем более. Что здесь показано? Видите, здесь нет здания никакого. Здесь просто взят кусочек, по которому посчитано количество часов прямого попадания Солнца за расчетный период. Я мог взять небольшой кусок, где я так работал заводом. Я брал всю территорию завода в существующее положение, просто сейчас не могу это показать. И сделал характерные расчеты на разные периоды и получал эту карту, где понимаешь, что вот здесь 5 часов есть Солнце. есть вот большое кстати к вопросу о астрономическом времени и вообще в принципе исходных данных точки отсчета. Здесь в первую очередь стоит вопрос точности. Разрешение сетки здесь и разрешение расчетного неба, которое тоже подразделяется на сетку. и я еще брал побыстрее небольшие настройки невысокие, чтобы быстрее получить результат. Но все же это имеет отношение к реальности. То есть по легенде вот здесь у меня 6 часов 22 сентября. Целый день Солнце прямое. Соответственно вот эти вот оранжевые это порядка 3-4 часов. Если это большой участок, я могу сразу определить для себя зону, допустим, расположения детского сада. Графически. Не с помощью вот этих треугольников инсографиков. Да? А именно уже смотреть на это как-то реальную карту. Надо отметить, что вот она там, разных представлений. Надо отметить, что вопрос вот этих вот функций, он сейчас уже решается с помощью внедрения их в Рембит. И облачные сервисы. Почему? Потому что вы отсылаете модель в облако, она считается, грубо говоря, 10 минут как рендер, и не ждете пока это вот на своем слабеньком компьютере завершилось. Потому что мне приходилось достаточно сильно оптимизировать, чтобы запустить и быстро получить результат. Дальше у меня был пример расчетного и геометрического объекта по какому-то фасаду рядом стоящего здания, где точно так же с учетом вот этого кубика просто вот условных каких-то таких объемов, я мог получить градиенту по тем же часам за выставленный мой расчетный период. Вот, грубо говоря, она в принципе там не более двух часов освещается, если смотреть на линию. День, вот, я поставил с 10 до 7, 22-ое степень. Я уже могу графически потом, если я, допустим, работаю наоборот не с существующими зданиями, а с собственными зданиями, графически определить какие-то зоны, где что располагать, на фасаде. Если я инженер теплотехник, для меня это актуальная информация, как мне кажется, когда вы учитываете окружающую застройку и смотрите действительно, как работает вот эта вся ситуация. Значит, первое приближение я сделал в Экотекте, просто на уровне общей вот такой массы в драйве. Дальше начинается рейд, который я, как я уже говорил, я в нем пока еще не офитен. То есть, ну я совершенно не чувствую барьера при работе с ним. Во-первых, я немножко знаком с машиностроительными саппор, для меня понятна логика его 3D-моделирования. И потом я со стороны GIS на него сейчас вновь зашел и понял вот эту гибкость отображения, которая в нем в каком-то смысле заложена. То есть, когда у нас есть объект с рядом атрибутов, мы можем в любом виде его показать по любому правилу. Именно его. или по какому-то условию ряда этих объектов. В этом смысле такая гибкая история сближает его с GIS пакетом. Здесь, в общем, я показываю, что я внедрил в ревитовский файл ситуации. То есть, это именно файл ситуации, куда погружены вот эти DWG-данные. Сейчас они подрезаны в виде. Настроено отображение уже внутри ревита, просто переопределение вида графики на виде для вот этой подложки, но должен отметить, что, ну и посажены здания, которые находятся в другом файле, на участок. Вот эти вот объекты, то есть, окружающая застройка, это именно экспорты с кетчапа. То есть, вы помните, в 3D-марсе там получалась сетка такая страшная. Но, так как ревит импортирует скетчап, и если это замкнутое тело, то это становится для него оперативным объектом. Я могу это использовать для проектных нужд, или просто для генерации окружающей застройки. Вот. Ну, просто два листа, в которых я показываю нечто, что вот у меня это есть. Здесь нет оформления, здесь нет сейчас каких-то сложных чертежей. Я, может быть, это делаю для внутренних просмотров. В принципе, вот у меня было по первому проекту, который я делал в гейнплане, мы сделали там пять вариантов соответственно разных типов застроек без какого-то оформления. Принципиально, 3D-модель, ТЭПы, инсоляция. И это было сгенерировано в том числе с помощью и-котектора, и я использовал архитикаточку для этого. Вот. Здесь обращаю ваше внимание, что вот этот файл подосновы это те же тот же табличный файл, который я использовал для импорта в M3D генерации вот этого рельефа. Он как только поверхность использовал? Да, ну, просто табличный файл, когда вы там его структурировали как надо, как ему понятно, он уже идет как только поверхность. Те же самые отметки все выдержано от начала координат. Я не говорю, что вот прямо это все было замечательно, но вопрос качества и переиспользование данных, он достаточно важен. Допустим, при работе, первое, что я понял, когда пришел в Гентлан, это я удивился, я не привык к такому переиспользованию постоянно. То есть на этом все строится. Когда ты работаешь в каком-нибудь архитектурном бюро, ну, я, может быть, обобщу сейчас или утрирую, это неправильно, ну, как бы один проект, новый проект, следующий, они как бы новые, ты делаешь все заново или не заново, ну, там, что-то вставляешь в эти библиотеки, но когда, но там нет того, что когда строится на вот этой вот традиции преимущественности вся бизнес-модель. У машиностроителей это как раз тоже сильно развито. Когда они прорабатывают машину, у нее есть целая история поколений, да, и все наработки, они, ну, приобретают новую жизнь, изменяются, и все эти, вся эта история сохраняется. Так, следующий. Собственно, я показываю тот Егор фотографировал будет. Значит, показываю вдруг файл непосредственно вот этого проекта, то есть здания отдельные, в нем нет окружающей застройки, и это уровень кубиков, как вы видите. Ничего больше, просто кубики. Что супер, является суперценным на данном этапе? Это получение, естественно, автоматических экспликаций и технико-экономических показателей. Объемная форма, я мог импортировать скетчапа, мог создать здесь, насекается на уровне и, соответственно, получаются данные, интеллектуальные объекты, из которых я могу что-то считать. Здесь, на этом этапе, определившись, так скажем, функции здания, я условно говорю, что это апартаменты и офисы. Я, и получив уровни, я могу отправить на концептуальный анализ Green Building Studio. Я это пробовал делать, в принципе, там ничего сложного нет, по сути, все происходит автоматически, но почему я сейчас не стал включать презентацию? Это вопрос о грамотности постановки расчета и вообще принятия каких-то исходных данных. Я не инженер, не теплотехник, и, на мой взгляд, просто выставление каких-то систем, что вот это похоже на правду, это примерно офис, это примерно такие инженерные системы и какие-то материалы, это будет не совсем корректно. Но именно на этом этапе грамотный человек, то есть специалист, может уже предварительно очень грубо, но сказать, какая же будет допустим степень энергопотребления вот этого объекта и сопоставить ряд вариантов. Допустим разных компоновок с учетом всех там тэпов и так далее. Здесь основной смысл в том, что даже при том факте, что это просто прямоугольнички и кубики, я уже создаю графическую информацию, которая мне помогает коммуницировать с кем-либо. Это синий, это красный, это офис, это жилье, это три этажа, это пять этажей. Вот здесь есть выступ, там нет выступа. Вот это как раз та стадия schematic design, вот этой концептуальной проработки, которая, допустим, профиль улицы, очень схематичный, всем сразу понятно, пример. Здесь может быть очень хорошо видно, но я даже не настраивал отметки, я сам поставил какие-то более-менее подходящие. уже мне что-то говорит, я вот эти же данные, вот этого кубика могу отдать сейчас визуально-ландшафтному анализу, который их возьмет и начнет делать стройки. Здесь отобразились отметки, собственно, абсолютные, и это уже может идти в работу. По-хорошему, если мы имеем дело со сложной ситуацией, когда нет четкого понимания ограничений, каких-то проблем, имеет смысл сделать ряд вариантов. И у меня было как раз по первому объекту такие ситуации, когда вдруг на последнем моменте выяснялось, что надо убрать три этажа везде и сохранить общую площадь застройки. И вот BIM-пакет позволяет как калькулятор быстро это сделать, и смотря на объем, и на ТЭПы, и получая чертежи такие схематичные, если мы говорим про вот эти кубки. Табличные представления вот этой модели. Здесь же можно было использовать технологию, то есть механизм предсоздания вариантов внутри ревита, то есть когда внутри одного файла возникает цилиндр, куб, шарик, который имеет какие-то свои параметры, но с моей точки зрения, именно с точки зрения, как такого бывшего кард-менеджера, вот функционал, когда ты не точно знаешь, как он именно работает, и не имеет ли он каких-то ограничений, пусть небольших, то в таком случае лучше выполнять простым образом, то есть я бы создал отдельный файл, и в нем бы проработал другой вариант, плюс я мог бы отдать другому человеку, который просто будет сидеть в своем пространстве, без рабочих наборов серверов выполнять какие-то проработки, то есть это должно иметь какой-то степень разумности и сложности. Что я делаю здесь? Уже внутри вот этой посеченной модели, которая буквально три кнопочки и результат готов, я прорабатываю 2D-планировки. Что происходит? Контуры заливаются, контуры заливаются, и пока они имеют достаточно странное отображение, просто название area и площадь. Как вы уже можете предположить, таблицы я получу автоматически. То есть это уже проработка конкретных каких-то кусочков здания. Дальше при задании имен конкретным помещениям, здесь нет в данном случае механизм категории, здесь более гибко, на этой стадии мне это подходит, автоматически назначается цвет, и он не просто так назначается. Вот я получил некий результат. И сейчас вставлю легенду. Достаточно важный механизм, который видите соответственно, да, отнимает множество времени при достаточно больших таких планов функционального занятия. Здесь именно этот интерфейс очень похож на интерфейсы в том же MAC 3D. Есть значения, мы можем отобразить их как уникальные значения, просто по названию функций какой-то цвет назначать или по градиенте значения. Если там площадь, то мы можем создать градиенту так же, как мы создавали градиенту по высоте в MAC 3D. Не знаю, насколько это, допустим, необходимо, но привязав, к примеру, параметр к этим помещениям, а это достаточно легко делается, количество людей в нем, я могу не рисуя людей или не делать дополнительных каких-то подписей, просто наглядно в каком-то другом виде отобразить количество людей в представлении политическом. Соответственно, вот я получаю какую-то схематическую компоненту. Она очень простая, но здесь важно понимать, что я выполняю. Тут не идет речь о чем? О образе, о художественной составляющей. Понимаете, да? То есть здесь нет красивых картинок. Это просто воспринимается мной как калькулятор с возможностью какой-то графической представления наглядной. Дальше я могу выполнять ряд вариантов, представлять на обсуждение, но еще присутствует вот этот момент поиска художественного какого-то облика. И именно здесь в случае Вевита или даже другого пакета я считаю, что это делать достаточно сложно. Почему? Потому что модель в BIM-пакете должна создаваться, это вот мое убеждение, как работающий на 99% механизм, который вам будет читать и генерировать то, что вы хотите. Если там начинаются поиски, то процессы моделирования растягиваются, и есть опасность в том, что вы смоделируете что-то так, как будет хорошо выглядеть, но считаться при этом не будет автоматически. Или вы потратите много времени на борьбу с этим. Вот этот этап, когда я уже загрузил здание, ну, какое-то мне понравившееся компонувку в обратную катетку. Что мы видим? Вот это участок, на котором градиенты по часам прямого попадания солнечной энергии. Я, еще раз вспоминая вопрос про астрономические часы, я бы поставил под сомнение этот расчет. По-хорошему мы могли бы, как и Бахерев делал, провести реальный анализ поставления инцографиков традиционных расчетов, как и КЕО, так и инсоляции, и вот инструментов современных. Но пока какого-то консенсуса не найдено, и мы часто теряем время, мне кажется. Потому что вы понимаете, получив 3D-модели и двигая какие-то вот эти штуки на просто грани, мы действительно имеем куда более полную и интересную картину. я могу уже здесь что-то планировать, функциональное зонирование предусматривать для вот этих мест. И это еще простой случай. Это еще простой случай, потому что бывает застройка куда более такая хаотичная, рядом какие-то башни многоэтажные, здесь какой-то небольшой участок, старый дом, и вот вы хотите что-то там сделать. И оказывается, что башня на 50 метров где-то там бросает значительную тень на ваш участок в расчетный период. И вот начинается вот это мучение. Ну, то есть смысл вам понятен. Я получил некое решение и отправил его на расчет. В принципе, я мог это делать и изнутри, ну, из ревета напрямую в вот эти вот сервисы его собственные. Но я по-сталинке пользуюсь этим, потому что мне нравится. Ну, такой старобудный. Теперь собственно, что произошло? Вы видите скетчап. И вы видите модель, которая является кусочком экспортированным из ревета в данном случае. То есть в ревете я нашел некую форму, посадил ее на участок, там есть хорошие инструменты, пусть и немножко примитивные, но мне было достаточно для работы с рельефами. И дальше в скетчапе вот эту 3D-геометрию, которая, в принципе, ну, уже тупая, я навожу красоту. Красота заключается в чем? В текстуру. То есть секрет прост. Сейчас здесь немножко абстрактные текстуры, взятые из интернета в данном случае, но добавлен некий стафаж и антураж. Я пробую вот такое благоустройство и такую вот структуру фасада. Если человек уже имеет наработанную библиотеку и какие-то навыки с созданием эскизирования с фасадами, то он может загружать, я вот здесь установлю, загружать текстуры достаточно быстро и создавать вот эти паттерны достаточно эффективно. В чем прелесть? Выделили грань, надрезали, залили, поменяли масштаб текстуры и позиционировали. Просто и без каких-то дополнительных галочек. Безусловно, страдает функционал. То есть, ну, максимум, что мы можем сделать, это посчитать объем здания, если оно замкнутое, и узнать площадь текстуры, ну, или материалы. Это уже, правда, немало говорит, но все же. То есть, это делается здесь автоматически. Но дальше я вот провернул историю, ну, как бы такую проработку с не очень хорошим концом, то есть, она не будет очень красивая, но это тоже будет, так скажем, результат. Что здесь мы видим? Мы видим здесь результат достаточно простого, хотя, может, не сразу это получается освоить, но эффективного инструмента для встроек 3D-моделей. То есть, таким образом, когда я вот делал такой небольшой проект в геймплане, я начинал с этого. То есть, я делал масс-модели, получал с них тэпы, и на участке сразу же размещал и встроил вот эти вот фотографии. Безусловно, точность в опрове стоит остро, но это все зависит от того, как вы снимаете. Чем меньше искажение фотографии, вот эти вот углы, да, рыбий глаз вообще не падают, тем точнее вы получаете встроенную. И очень хорошо, когда вы имеете какие-то опорные высоты, с которыми вы можете сопоставить вот эту фотографию. Безусловно, инструмент простой, но работающий. И получается, что я сам, выполняя раздел визуально-лашатного анализа, изначально проектируя, начал вот это встраивать, и мне уже не пришлось это корректировать. Я просто сделал три проработки на уровне кубиков, встраиваю эти фотографии, и получил некий результат. Значит, дальше я пробую поиздеваться над этим зданием. Оно немножко торможивает, потому что у меня все-таки компьютер слабенький, но здесь моя задача заключается в том, чтобы сейчас надрезать какую-то грань, и попробовать ее оживить. Значит, прорисовывать, как вы видите, очень просто. Я даже сейчас не смотрю на размер. Мне надо получить ощущение. я действую интуитивно. Крашу это в текстуру чего-то в магазине. И это уже приобретает некое другое качество, чем просто какой-то фасад. Видите, да? Угол уже кожен. Это простейшие банальные вещи, то, о чем я сейчас говорю. Но зачастую, когда я смотрю и на студентов, и на молодых архитекторов, происходит какое-то желание непредалимое взять один пакет и сделать в нем все. И мне происходит эта критическая оценка, насколько техника моделирования в пакете отвечает вашему мышлению как таковому. Я не говорю, что скетчап это замечательный инструмент, но безусловно, он немножко работает по-другому, чем BIM-пакет. В нем нет такого количества информации, но он меня не стесняет ничем. Дальше вот эти какие-то условные пробы, я нашел забавную текстуру диагонального кирпича. Насколько она хороша, это вопрос. Дальше я просто рисую окно, вы сейчас увидите, это такая модель декорации по замечанию по терминологии неоланта, мне она кстати в чем-то нравится, абсолютно в чем-то фикция, выбирается соответствующий материал без всяких разделений граней, скетчерка все понимает и просто происходит прокраска необходимой истории. Там какие-то пару дополнительных элементов и сейчас это промотал, но копирование вот этих окон, оно тоже происходит автоматически, то есть выделив необходимые грани ребра он сам прорезает в грани и сажает их так скажем на место. Я их не могу менять, то есть я могу подвигать каждой отдельности потянуть за ребра, изменить пропорции, но я не могу это сделать так, как в BIM-пакете, когда я просто выбрал тип окна и поменял параметр, оно везде поменялось, на планах, на фасадах, на разрезах. Здесь нет планов, фасадах, разрезов в раз и работать уже с этой параметрикой так не получается. Но мой расчет, я уже технологию опробовал, когда ты находишь в рамках поисковой модели некое решение, не запариваться, так скажем, и дальше спокойно оценив его, найдя какие-то закономерности и приведя каким-то чистым размером, уже в BIM-пакете подготовив для этого все библиотеки, поняв, какая будет структура проекта, кто будет над ним работать, ты уже начинаешь спокойно это моделировать, рассчитывая на то, что окно должно правильно выражаться в плане, читать эти перевычки и весить немного и выглядеть неплохо на фасадах. И в принципе, конечно, визуализация полномасштабная, это вопрос о связывании информации, она, то есть следующий этап визуализации будет происходить на основе Revit, допустим, файла, и экспорта из Revit, и может быть какой-то проработка внутри уже 3D Max. Возвращаемся сюда, для чего? Что внимательно, да? Мы имеем ситуацию, на которой пока еще ничего нет. В скетчаповском файле домик, повторюсь, находится на той же точке, что и остальные данные, то есть с учетом этого нуля и высоте, соответственно. Загружается DAI файл, это вот из фикция, и существует два режима. Вручную, когда вы вставляете, позиционируем, и когда вы автоматически сажаете, с учетом точки отчета. Посадка на рельеф также осуществляется автоматом. То есть он понимает, что есть рельеф какой-то один, и все на нем должно собираться. И это достаточно хорошо. Вот он обновляет эту модель. И у меня создано два предложения, так сказать, проползу по-амглийски, два проектных предложения. В одном проектном предложении скрыты, существующие дома, вот эти вот сносимые, в другом они отображаются. Собственно, вот этот домик уже туда встал. Здесь очень тонко надо относиться к текстурам. И я как раз чуть дальше промотаю и покажу пример, как туда входит другой файл. Другой файл проекта, другой файл здания. Тоже был сделан в скетчапе, такая эскизная модель, но интересно просто немножко другая детализация, другой сразу эффект. Вот я мучаю эту модель, мой ноутбук кряхтит, но все-таки справляется, как вы видите, показывает здесь эти бордюрчики, дает какое-то ощущение. Вот пространство. На холмике вот этом, который у меня был сделан в скетчапе, внутренне дворовое здание, расставлены деревья, деревья понимают, что они сейчас будут ставиться на холмик. Я вот думал, что он провалится на рельеф, но они все-таки все поняли. Это мелочь, но вы начинаете иногда просто рисовать эти деревья, думая о базилинии. холмик. И соответственно, последний вот этот файл хотел загрузить. вы вы конечно же можете просто взять из той же DWG под основу вытащить точки экстрагированные с помощью Data Extraction, превратить допустим в Shape файл с помощью Map3D и просто на основе типа допустим точек или типа блоков, которые были сделаны в токаре создать соответствующие модели на пророксе и по этому стилю получить по деревку реальную ситуацию с деревьей. С посадкой деревьев. Это конечно вещь забавная, тоже касается таких уже менее реалистических штук, как допустим некие значки белопарковок, которые будут как 3D такие стрелочки висеть у вас на карте. Просто я тоже пробовал это делать, когда скачивал данные с портала Департамента информационных технологий, по-моему, там были данные всем кинотеатрам, аптекам, белопарковкам, еще чего-то, еще чего-то. И все они просто на тот момент сейчас, я не помню, это прикрыли как раз к вопросу о данных. Они имели координаты в мировой системе BGS 84. Я мог просто их собирать, беря под основу из OpenStrip Map и все это такими кусочками склеивать. Безусловно, вы понимаете, что Google сюда тоже можно было вставить, но почему это не делал, потому что разрешение Google на этом масштабе уже выглядит не очень хорошо. и вот я вставил из другого проекта просто вручную сейчас какое-то здание. Оно было спроектировано для в общем это в Новой Москве на шоссе рядом с церковью какой-то такой лимитирующий фасадную такую застройку с активным фронтом нижним. Такая штука. Сейчас я когда включатся тени будет уже немножко другой эффект. Соответственно, если вы прорабатываете благоустройство просто локально в отдельном файле спокойно с красотами всеми то уже эффект от восприятия модели совершенно становится другой. Самая простая вещь здесь в чем заключается это текстуры и соотношения. Не тренда. а рендер здесь не присутствует. Тени давайте включайтесь. Соответственно, тут также присутствует возможность расставить каких-то человечков хотя они меня пугают они напоминают какую-то компьютерную игру а может быть машинки и так далее и тому подобное. В чем сложно заключается с допустим здоровья? в том, что видите, он уже на мой взгляд терпимо уже есть некое понимание дальше если мы пользуемся как говорите меня облачными сервисами это может быть отправлен заказчику в принципе это тоже уже такое общее место что все вдруг начали использовать вот эти игровые движки создавать какие-то вот эти файлы которые заказчик может открыть компьютерную игру и с этим поработать то есть посмотрите но что касается фотореализма и вот такого детального моделирования значит сейчас я прикрою вот картинка которую везде показывают вместе с инфравоксом сан-франциско вот эти вот небоскребы все прекрасно тени текстуры но я вот попробовал посчитать сколько бы я времени на это потратил при создании ситуации допустим создание текстур фасадов которые бы по определенному правилу генерировали какую-нибудь типовую серию достаточно долго это можно было бы я знаю уже что эта работа ведется создавать библиотеки ну допустим есть у нас сталинки там прежневки еще чего-то по которым может уже уже быть созданы генераторы фасадов но для уникальных зданий мы все равно скорее должны промоделировать сами и поставить в эту модель что касается дорог вот это очень был забавный момент мы обсуждали с моим знакомым когда мы работали с инфравоксом Москва имеет такую структуру дорожной сети достаточно сложную такую органическую можно сказать да радиактую когда мы посмотрим если бы я сейчас включил фотографии да даже помните настройки в скетчапе там все достаточно хаотично ну как бы здесь там как бордюрчик там как заезд там чуть газон налез и в случае сетки прямоугольной как вот спроектированный там Барселона Манхэттен все неплохо все пересекается а когда у вас начинают сходиться в одном узле несколько вот этих вот линий то естественно инфраоркс ну или как любая другая программа требуется разъяснений что происходит здесь поэтому смоделировать футореалистическую ситуацию которые всем нравится да это выглядит как в анатолии я не думаю я пока на это смотрю как на макет и так значит я уже заканчиваю мучить вас не буду сильно сейчас мы рассмотрели вот этот некий процесс он занял ну вот если бы я в реальном времени сейчас сидел и кликал ну часа 4 условно вот такого не особо задумчиво моделировать в инфраорксе я был действительно как-то впечатлен когда я понял что да я получил эту ситуацию ну там в течение может быть часа да и она уже может зайти в разные какие-то другие модели это не совсем конечно дотягивает до уровня который мы пытались затронуть на вот этой вводном моем докладе то есть там группа какие-то смены парадигма проектирования свяжения с понятия концепции нет но может быть вот этот процесс для меня является совершенно рабочим я его еще пока полностью не применяю из него я использую только на 3d скетчап и коттед инфраоркс и ревит пока для меня не являются родными так сказать но сейчас все-таки момент анализа мы включили именно на ранней стадии но мы не поговорили про варианты про них в принципе все понятно то есть когда вы берете начинать принципиальное решение прорабатывать сопоставляем если вот сейчас мне хочется сделать передыху уже немножко потому что долго обсуждаем я могу показать тем кто заинтересован некий опыт работы с google fusion tables это типа база данных только облачная и очень простая когда вы можете взять ваши табличные данные по вариантам картинки по ним и с помощью разных графиков таблиц и карточек представлять вот эти варианты в автоматическом режиме технологии просто нести не считать что она облачная уже тоже лет 25 мне кажется если не 20 точно с убд карточки забросы аналитика это достаточно интересный метод для работы с такими многоаспектными проектами когда вам надо и по этому параметру сопоставить 3 или 4 решения и по другому а в случае конкурсов это еще забавнее то есть там не только визуально оцениваем вот и еще раз значит у нас есть 3 категории давайте я залезу навеку чтобы немножко освежить обстановку для меня был вопрос важен данных и контекст создание исходного существующего положения вещь трудоемкая и в данном случае ряд инструментов нам помогает остается вопрос данных что с ними будет и кто нам будет давать их или не давать второй момент общая тема это вот этот вот калькулятор объемный который из себя представляет именно как я его сейчас воспринимаю бим-пакет на этой ранней стадии кубик плюс таблицы плюс схематические планы дает не очень много и какая-то оценка по релуи это параметры далее отдельным идет блоком это поиск образов я условно так это называю но я это воспринимаю как некую другую активность когда я должен сосредоточиться помедитировать и попытаться для себя в приятном режиме работать безусловно если у меня есть время я действительно пытаюсь сделать что-то качественное я и рисую естественно и делаю макеты разные из губки из пены из дерева из чего угодно но если на этой истории и в целом общая интенция моего вот этого доклада сейчас это попытка подумать о том как концепция как вот эта активность наша проектная может развиваться то есть какие вот есть вот эти тенденции современные как помочь ей дожить до стадии реализации без каких-то критических изменений но и вопрос там возникает конечно взаимодействие со смежниками здесь он просто жизненный балл становится и все это направлен на попытку выхода из этого архитектурного вакуума в котором все-таки мы присутствуем да с середины восемнадцатого века когда произошло разделение школ инженерами и архитектурными все это начало намечаться вот этой специализацией такое просто рисование фасадов условно я сейчас сутрирую но я надеюсь что какую-то сейчас картину проиграет да она очень рабочая да она очень сырая это был взят какой-то условный проект я не показывал реальный для исключения каких-то пары мест но над этим можно думать говорить и ну значит проведена какая-то работа с рядом выводов да то есть какой пакет когда хорошо работает в рамках какой активности сборка данных некой такой обобщенной модели там works ревит еще раз калькуляции схематические чертежи и поиск в данном случае у меня не сквечал дальше потом может быть паташют это банально но все равно это требует обсуждения самые острые моменты это конечно сейчас подбираться со смежниками но я надеюсь что мы как-то можем это улучшить в нашей стране все спасибо что мы делаем и что-то как бы по поводу я хотел еще раз перескласить я вообще не извиняюсь потому что действительно наверное не только для меня загорепещущий вопрос что же мы делаем значит я увидел три части первая часть и все три части они как бы идут параллельно и часто зачастую независимо первая часть это глина то есть такой пластинюк с которого мы лепим модели для принятия решений то есть он идет отдельно второй это чертежи плюс таблицы расчеты это BIM-пакет то есть мы там получаем ТФ ... последний оцениваем уже численно то что на пластилине налепили и третья часть третья модель это то что у нас есть вокруг то что мы не делаем то есть, то что мы собираем на капликах и они как бы независим как это будет делаться неважно они независимы потому что они могут делаться разными людьми в разных подразделениях вообще. Если между ними будет связь какая-то, то это будет только плюс. Но это независимая модель. Что значит зависимая модель? Зависимая – это значит, что мы можем туда и обратно передавать данные. Я имел в виду, что как наследование, как внешняя ссылка подгруженная. А независимо – это когда у нас Вася сидит в закрытой комнате и делает одну модель. Петя в закрытой комнате другую модель делает. То есть, например, один собирает внешние данные, другой моделирует какую-то концепцию. Они иногда пересекаются, друг с другом общаются, что-то показывают. Но это разные модели, они принципиально будут быть разные. И потом, когда они докопили необходимую информацию, это может совместно как-то обрабатываться. А в другом случае зависимость, когда мы берем, делаем одну и передаем дальше. Потом обратно возвращаем туда-сюда, пинаем, а делаем тот же мячик. В случае GIS и работы, допустим, InfraWorks и Map3D, у них принципы именно внешней ссылки, причем как умные достаточно. То есть, это как бы запрос к базе данных на основе каких-то параметров. И это не то, что это не внедряется в файл. То есть, в базе проектов просто приобретает некое представление графическое. В случае взаимосвязь, то есть, связь между... Самая слабая, это, естественно, эскизная модель и BIM-модель. Она, безусловно, старается быть центральной. Не то, что она центральная по определению и все будет замечательно, она старается быть. То есть, мы, так как эта платформа, какая BIM-платформа, она достаточно много может в себя вместить, и в основном, если это относится к проектной документации, то мы и пытаемся туда все складывать. Другой вопрос, вот очень важный вопрос. Допустим, если я делаю достаточно маленький кусочек, и Revit страшно будет тормозить на этих ДВГ под основу. Имеет ли мне смысл там это собирать? Допустим, город-разделов уже? Нет. И связь с внешней ссылкой, ну, как сказать, она не очень интеллектуальная, но все-таки связь, но человек определяет ее. И он кладет Revit файлы, и там это что-то подгружается. Ну, то есть, здесь нет, может быть, такого наследования, как машиностроение, типа сборка и чай, и деталь. Вот там более мощная функция. Здесь все в основном внешние ссылки, и в ряде случаев, особенно расчетов, это экспорт, нейтральный формат, и все, это умирает. То есть, ты можешь обратно что-то сделать, но это никак не будет вязаться так же. Спасибо. Спасибо. У кого-то еще какие-то вопросы, предложения, комментарии? Нет. Кто заснул, скажите. Спасибо. А вы не могли бы сказать, но не совсем прямой вопрос в будущем доклада. Вот на западе правительное бюро работающего уже в любви, или в другом, так сказать, уровне информационно-моделировании. Таким образом происходит специализация. Сидя в правительных бюро архитекторы и куча смешников. Меня вот особенно интересует вопрос специальных разделов коллективов, не таких, как мы на сегодня имеем, согласно с ангелем СНИПом, там, мы просчитываем соляцию, специализируемся на онкологических отделах, просчитываем на соответствие, да? Выделяются ли они у них в эту специальную службу, или на задержании кнопки программы тест все проверяется? Нет. Вот, например, я вам приведу одного объекта, крупного, находящегося в Сити, который делает немецкая фирма вместе с... Ну, так вообще, вместе с фирмой. Там все время. И у них вот эти разделы, допустим, энергоэффективность, это не просто раздел, который у нас идет по требованию, да, который делается в конце там чего-то, и ты просто прикладываешь этот раздел, в общем там, делает это специалист. Причем специалисты такие часто не... Я вот уже не раз на это натыкаюсь, они не держатся... Они не работают это те же, они приглашенные консультанты. И эта система консультантов достаточно развитая. Он делает этот свой раздел. Он такое может сделать, и они все на расклад. Потому что нажатием кнопок, почему я вот говорю, это не тот уровень, который нам нужен. Нам нужно еще какое-то пояснение, описание, рекомендации. То есть архитектор по-прежнему, на мой взгляд, вот обычный. Он не может это так полноценно оценить, тем более поставить задачу. Что касается инсоляции, ну это туда же ходит. Просто у них, ну как у них, в американских нормах там... Откуда эти инструменты в себе, свои функции? По запросам общества, рынка, собственно, в смысле американского. У них достаточно много внимания уделяется именно качеству, допустим, естественного освещения. В ЭПОПСах. Я вот все время с некоторыми знакомых спрашиваю, вы вообще с солнцезащитой имейте дело в случае проектированной стекляшки или чего-то такого? Не особо. Потому что стоимость плодения, она не так не критична для заказчика, бывает. Когда он их сразу продает. А когда заказчик эксплуатирует здание, это приобретение жидкости, то там начинаются вопросы комфорта, иногда употреблений и так далее, и так далее. Тем более больше, когда люди должны работать как машинки. Вот. И, соответственно, они проводят достаточно такие уже типовые расчеты того же КЕО, назовем это так. Это daylight factor, он тоже там люкс на люкс делится, получается процент. Вот. Но используются для этого, в принципе, сертифицированные софтеры. Ну, то есть программное обеспечение. И просчитывается обычно. Причем это происходит на стадии P, когда вот как раз возникает design development. Возникают вот эти вот линд-сертификации, какие-то попытки проработки энергоэффективных решений, вообще какие-то решения в основном, я не связываю. Ну, 3D-модель, полная картина происходящая. Вот эти вот градиенты, какие-то значения в разных участках. На основе этого начинается там формироваться планировка. С учетом солнцезащиты из стоящего там здания, ты начинаешь думать о том, хватит ли вот здесь без светильников разместить столом, чтобы они не перегревались рабочими. Вот. Иногда эти все изыскания, они не имеют такого экономического эффекта. То есть вот я уже встречал проработки трех или там пяти вариантов остекления. Там двойной фасад такой, с подулом, там еще чем-то. Самое оптимальное решение с точки зрения энергоэффективности не приняли, потому что слишком дорого. А люди очень много времени потратили на вот эту проработку, хотя можно было просто по опыту чего-то сказать и поставить. Вот. Процесс такой двухсторонний. То есть иногда заказчик попадается, как в случае вот этого, этих немцев, он сам будет эксплуатировать здание. Он уже требует архитекторов то, что они даже не знают. И я буду приводить несколько там ситуаций, неновкости, когда ты даже не думаешь об этом, а он с тебя это спрашивает. Но это частный заказчик, не так. Госзаказчик, конечно, не так. То есть тут очень такие локальные... Социализация возможна. Продвижение нефункций. Да. И с точки зрения информационного мудрера, ну, работать с этим пакетом, все же это тоже, на мой взгляд, специализация. И это тоже, наверное, источник подтверждения. Спасибо. 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 Вопрос. На сегодняшний день есть ли организованные полностью проекты по данным самолетам? Инфраворкс. Вы имеете... На данных. Именно вот весь этот... На данных. ...кусочек? Да. Ну, с учетом того, что инфраворкс относительно инфраструктной модели недавно появился, мне кажется, в 2011 или какой-то там, то я вряд ли думаю, что там... Во-первых, я на него не делаю такую ставку, это никакой-то не стратегический инструмент, как ГИС-пакет, допустим, который вот действительно это стратегический ресурс. Пока это на ум не такое завлекало, на мой взгляд. Но мы сейчас пробуем, я вот буду вот обсуждать в генплане, именно возможность применения этого инструмента для оценки, ну, то есть, визуально-аншапка анализа, проверяемости бассейновидимости и какие-то оценки критических мест. Поэтому это может работать как действительно такой инструмент серьезный, но вот именно если его брать, нет. Мне кажется, вот чего-то такого сверхзнакового не видно. Тем более он развивается только. Он еще сыроват. Если вы возьмете аналог Esery, ну, вот этот крупнейший производитель ГИС, такие как ArcGIS, там, Google. У них City Engine называется этот пакет, но он, в отличие от InfraWorks, я вообще с ним пользовался, я ничего не смогу сделать. Настолько он предназначен для программистов и вот генерации каких-то сложных там моделей, фасадов, оптимизации. Ну, это такой чисто уже стерпический инструмент. Вот. Я смотрю на это критически достаточно. Я лишь пробую как-то прощупать вот эти области, которые становятся тяжелыми. Это, допустим, моделирование ситуаций. Ты не везде можешь залезть, посмотреть куда-то, да? Так у тебя есть хотя бы шанс это сделать. Как-то так. Еще какие-то вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов? Готовим. Масеку. Спасибо. Беду. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ!